Детская поликлиника в микрорайоне Северный уже долгое время не вызывала ни у своих маленьких посетителей, ни у их родителей положительных эмоций. Интерьер тут был, мягко сказать, утомляющий. Обшарпанные стены и старая мебель. Но теперь все изменится, а руководству медучреждений удалось получить финансирование на ремонт в размере почти 4 миллиона рублей в рамках национального проекта здравоохранения. Ремонтные работы в детской поликлинике сейчас в самом разгаре. Здесь будет картохранилище, сейчас рабочие производят там отделочные работы. Здесь будет регистратура, правда пока она на нее совсем не похожа. Но уже через две недели все посетители этого медучреждения смогут увидеть окончательный результат. На время ремонта регистратуру гардероб и картохранилище пришлось переместить. Таких же по размеру помещений не было, поэтому ютиться работникам приходится в маленьких кабинетах. Жертвы минимальны, у нас процесс приема детей не пострадал. Просто мы перенесли работников, которые занимаются планированием прививок в другой кабинет. И поэтому и доврачебный кабинет перенесли в более маленький кабинет на время. Врачи, как и раньше, принимают на втором этаже поликлиники, поэтому маленькие пациенты и их родители при этом ничуть не пострадали. Наоборот, они видят в этом только плюсы. Ну, конечно, это уже очевидно. Чтобы удобнее было, лучше детям приходить. Добиться такого масштабного ремонта руководству удалось буквально за год. При том, что уже готовый проект ремонта поликлиники совершенно безвозмездно предоставил один из предпринимателей нашего города. Однако на этом медучреждения останавливаться не собираются. Уже несколько лет над коридором второго этажа протекает крыша. Своими силами медики уже пытались ликвидировать течь. Однако вода нашла выход в другом месте. Эта поликлиника ждала почти четверть века. Это здание приспособлено, это библиотека построена, она переделана под учреждение здравоохранения. Это не типовое здание. Поэтому здесь, конечно, пока сохраняется проблема нашей текущей кровли. Но мы будем эту проблему решать в течение следующего года и этой зимы. Поэтому все идет, все движется. Но сейчас это только планы на будущее. Пока глаза посетителей будут радовать новые крылечки обоих входов в здание, современная регистратура и гардероб. Завершить работы на первом этаже должны до 25 декабря. Однако рабочие, говорят, справятся за неделю. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.